У меня не было идеи писать книги никогда, но все же эта идея пришла. Почему? Меня попросили друзья, когда мы беседовали на темы кармы, реинкарнации, на физической литературе обсуждали. Потом я стал постепенно давать какие-то лекции, общаться с людьми шире. И один из хороших друзей, он сказал, что людям необходимы эти знания, может быть, написать что-то отдельное, потому что ведическая литература очень обширна, очень объемна. И, может быть, мы извлечем какой-то один момент и проясним его в какой-то книге, например, про карму хорошо бы писать. Буквально настаивал на этих вещах. И я вот таким образом начал писать о карме. Я просто попытался. Это был как раз в Алмате. Это началось здесь, в Алмате. Может быть, лет десять назад, я не помню. Небольшая была книжка о карме. Я хотел увидеть, как люди воспримут эту книгу. Мне было интересно писать. Я не думал, что это выйдет как-то широко в свет. Просто была попытка. Книгу о карме я быстро написал. Может быть, вся книга сложилась за месяц, может быть, что-то вроде этого. Это элементарное такое знание простое. Но мне было интересно, потому что нужно было искать какие-то новые примеры к нынешней ситуации, к нынешней жизни. Мне было самым интересно углубиться в эти знания больше. Я думаю, что это необходимое образование для современного человека, для нового современного человека, когда мы не получаем гарантии от жизни, когда жизнь становится более непредсказуемо, чем былые времена. За нас, за нашу жизнь больше никто, собственно, ответственности большой не несет. Мы сами должны крепко стоять на ногах, должны обрести большие знания, чтобы управлять своей жизнью. И вот эта книга как раз может помочь людям утвердиться в этой ответственности в своей жизни, увеличиться ответственность за свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok